В Сургутском городском суде началось рассмотрение по существу уголовного дела против владельца компании «Медвежий угол» Семена Копайгоры. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Летом позапрошлого года в ночном заведении «Галери Клаб», располагающемся в гостиничном комплексе, на 35-летнюю посетительницу упала подвесная конструкция с закрепленными на ней телевизорами. Женщина погибла на месте происшествия. О позиции защиты по уголовному делу в интервью телеканала «Сургут-24» рассказала адвокат подсудимого. Мы очень сожалеем, что так случилось, но Семен считал, что на тот момент он сделал все, что от него зависело, и ответственность имеется также у других лиц, которые остались в стороне. Конструкция имела недостатки при проектировании, при установке. Он был уверен, когда приступал к исполнению обязанностей. Его в этом убедили, что все нормально. Во время заседания Семен Копайгора принес извинения семье погибшей женщины, однако мама, по сути, отказалась их принять, сказав, что прошло слишком много времени. Представитель потерпевшей стороны во время допроса рассказала, что сразу после ЧП попыток подсудимого связаться с семьей не было. Но контакт с ней начали выходить лишь тогда, когда владельцу компании предъявили официальное обвинение. Потому у суда женщина просит назначить максимально возможное наказание. Самое суровое по инкриминируемой статье – 6 лет лишения свободы. На этой неделе запланирована серия заседаний, во время которой заслушают показания сторон свидетелей и экспертов. В прямых контактах обвиняемого не было с потерпевшими. И какие-либо попытки их представителей, но опять же неофициальных, были, но только после того, как было предъявлено обвинение. То есть после гибели Татьяны Прохоренко никто с потерпевшими не связывался. Потерпевшие полностью поддерживают версию предварительного следствия, полностью поддерживают обвинение, которое предъявлено подсудимому, и настаивают на максимально строгом наказании, которое предусмотрено данной статьей, включая реальный срок лишения свободы.